Всем огромный привет! Безумно рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас будет парфюмерное видео, но парфюмерное видео, наверное, больше не полезное, а такое более болтологическое, расслабленное, просто с вами пообщаться. То есть вот такое, какого-то такого формата, необычного, наверное, не так, как я обычно рассказываю про ароматы, прям досконально, а так, более что-то поверхностное. Но думаю, наверное, вам будет интересно. Я вам уже давно рассказывала, что нашла 100% аналог аромата от L'Anwey Neclat. Это аромат от Estelle. Выглядит он вот таким вот образом. Аромат называется Emaging Fly. Я уже говорила как-то во влоге, что хотела прям досконально сравнить эти два аромата, прям по нотам, но, к сожалению, мне не удалось найти ноты данного аромата именно от Estelle, потому что их абсолютно нигде нет. Даже на официальном сайте, где представлен этот аромат, где он продается. Есть какое-то описание такое, я вам даже зачитаю, наверное, кратко это описание, какие ноты там примерно есть, но прям четкого, там верхняя нота, нота сердца, то есть вот этого, этого аромата нет. Но ноты аромата и клад, у меня он в пробничке, у нас есть, я вот тоже эти ноты так же зачитаю. И если вам интересно, то оставайтесь со мной. Итак, начнем мы с аромата от Lanvin. Это аромат 2002 года, цветочно-фруктовый. Верхняя нота у него зеленая сирень, листья сицилийского лимона, нота в сердце, это глиценик, китайский османтус, красный пион, листья зеленого чая, персик. База это амбра, белый ливанский кедр и мускус. Аромат, думаю, знаком всем. Сегодня буду наносить просто на руку, не на блотер, а на левую руку буду наносить Эклад. На правую нанесу аромат от Lanvin и буду прям вам рассказывать свои ощущения. И на правую руку мы наносим аромат от Estelle. Кстати, упаковочка такая очень милая. Нравится мне. Первые ноты прям идентичные ароматы. Вот действительно, как будто это один аромат. Что касается аромата от Estelle Imagine Fly, что я нашла про него. Описание, такое коротко вам зачитаю. Дикий ирис тихо качается на берегу реки, манит к себе, источая бархатистый аромат, роскошные ирисовые кущи, невидные конца и края. Что, кстати, я хотела сейчас сказать про этот аромат. Этот аромат, кстати, не простой. В линейке еще есть такой второй аромат. Точное название я не помню, но вставлю вам картиночку. Эти ароматы, они тут как моноароматы, наверное, будет правильно сказать так. То есть, их можно смешивать друг с другом. Конечно, я бы не сказала, что это моноаромат. Потому что обычно моноаромат, вот в Аберлике, допустим, представлен, там аромат ванили, аромат сирени, тут нет. Я бы не сказала, аромат действительно свой такой, насыщенный, в нем много нот. Но если его также можно смешивать со вторым ароматом, и получается уже другой аромат, третий. Я, конечно, не знакома с ароматом со вторым. Если будет возможность, я обязательно с ним познакомлюсь и сравним с вами. Но вот так вообще вам заявляют, чтобы их смешивать. Далее, что сказано, например, этот аромат. Теплый речной бриз откуда-то издалека доносит пленительные ароматы мандарина. В нем и сладость, и древесность. И стрела с наконечником из амбры вылетает из зарослей ириса, попадает точно в сердце. Амбра, как и любовь, лучшее средство против обыденности. Аромат не обещает быть простым. И медленно уносит ввысь туда, где все границы исчезают, окутанные нотами бетивера и мускуса. Видите, то есть у нас есть и ветивер, и мускус. Также у нас есть здесь амбра. Да, правильно, здесь мандарин. То есть схоже, что есть цитрусовая нота. Также здесь дикий ирис. Что касается аромата, как я вам зачитала, аромата от Lanvin. Здесь у нас также есть зелень, также есть мускус, также есть амбра. То есть вот эти ноты схожи. Но сложно то, что мы не знаем, именно где находятся эти ноты. То есть вначале они в сердце аромата, либо в базе аромата. Но вот именно вот эти ноты, наверное, и объединяют эти два аромата. В общем, ароматы, вот я нанесла на руку, они идентичны. Вот действительно, девочки, я не сталкиваюсь с тем, чтобы ароматы были настолько одинаковые. Я недавно рассказывала про аромат Джимми Чу, что он очень схож с ароматом от Булгари. То есть у них что-то схоже есть. А этот аромат действительно идентичный. Так что вам вот такая наводка. Насколько я знаю, стель стоит не намного бюджетнее, чем Lanvin. Но может у вас будет возможность приобрести по какой-то бюджетной цене этот аромат. Либо просто для интереса сравнить. Поэтому думаю, что может вам это будет интересно именно сравнить, послушать. Может вы со мной не согласитесь. Если вы знакомы с этими двумя ароматами, согласны вы со мной или нет, что они схожи. Поэтому хотела с вами поделиться и спросить у вас. Может только мне так кажется. Но хотя, не знаю, настолько не может казаться, что прямо они идентичны. Поэтому, наверное, вот я буду заканчивать данное видео. Оно получилось такое слегка сумбурное, короткое. Но хотелось бы с вами поделиться, узнать вашего мнения. Поэтому, если у вас есть аромат от Estelle, и вы знакомы с ароматом от Lanvin, или наоборот, вы где-то тестировали аромат от Estelle, то обязательно напишите в комментариях, согласны вы со мной или нет. Но на этом, наверное, буду заканчивать данное видео. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо, что комментируете мои видео. Спасибо, что подписываетесь. Мне это очень приятно. До встречи в новых видео. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok